Всем привет! Меня зовут Ефим Ревенов, я являюсь мастером спорта по сноуборду, а также победителем Кубков России в дисциплине Ход Пайф 2021. Сейчас прохожу период восстановления после операции на колено, поэтому как бы гасить на 100% мне нельзя, к сожалению. Для такого катания, когда совсем не хочется напрягаться, существует ряд универсальных боссов. Подфановое катание везде, то есть легкий карлинг, флэтфристайл, даже вне трассовое катание. Мне в этот раз достался сноуборд классической сборки Get the Faceless. Название переводится как безликий, то есть доска без конкретного направления. Как заявляет производитель, что он хорош во всем. Ну что ж, давайте это проверим, что ли. Мы ее будем тестить в различных условиях, такие как трамплины, дживинг, также попробуем ее в карвинге и в паудере. Давайте сейчас пройдем по теоретическим данным. Топшит использован австрийский, называется True Vinyl Top, хоть на самом деле он не из винила, а из полиамида. Он не выгорает, не трескается, к нему не прилипает снег. А это очень важно, если вы хотите вязать действительно легкую доску. Скользяк использован спеченный 9100, это индекс давления при его производстве. Быстрый, поцарапать его трудно, очень хорошо впитывает и долго отдает парафин. Качество скольжения удовлетворит любого райдера. Смещая крепление чуть вперед, можно получить абсолютный твин. Сместив назад, доска приобретает более природные свойства. Жесткость пятерка, как раз то, что нужно абсолютному большинству. Немного, немало, так сказать. Двойной обратный прогиб дает комбинацию рокера и кемберов, чтобы стабильно чувствовать себя на скорости и при этом всплывать на раз-два. Вращение в баттере это рокер. Хороший щелчок дают кемберы по закладным. Нос и хвост доски выполнены без использования конта. То есть ремонт при неприятном стечении обстоятельств сможет осуществить и любитель. То есть тащить ее в сервис не обязательно. Отдельное слово это конты. Они делаются по бесшовной технологии и больше похожи на резину, чем на пластик. Соответственно, это дает супер угошение вибрации, плюс повышенную крепкость при перегрузках на сгибе и при ударах твердые предметы, перилы, камни, деревья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что ж, покатавшись на этой доске практически неделю, могу сделать такие выводы. Доска, в принципе, хорошо себя ведет в паудере. Закладные немного смещены назад, что дает доске хорошо всплывать. Также удалось ее затестить в карвинге. Доска как бы реально хорошо держит кант. Удалось на ней хорошо покарвить. А также удалось ее затестить в парковом катании. В принципе, доска нормальная. В парке тоже ведет себя уверенно. По перилкам скользит хорошо. И прыгать с трамплинов на ней комфортно. По поводу жесткости, что могу сказать, что доска имеет жесткость пятерку, как это заявляет производитель. В принципе, он нас этим не обманул. По поводу контов. Конты на самом деле оказались очень лепкими. Что хотел сказать по поводу контов и самого скользяка. Так вышло, что катавшись в паудере, случайно цепанул пару камней. И скользяк оказался очень крепким. А конты хорошо, в принципе, отреагировали. Ни капельки не покоцались. Сам скользяк тоже очень крепкий. То есть после такого жесткого удара камнем у нас осталась всего лишь маленькая царапинка. Ну что ж, по моему мнению, доска оказалась максимально универсальной. То есть я хорошо и покатался в паудере, хорошо покарвил. И также удалось, что прыгать на ней на тропину. Как универсальный снаряд, я однозначно ее рекомендую. Если, конечно же, вы катаетесь только парк или только паудер, конечно, советую вам рассматривать именно доску ход в ваших катаниях. С вами был Ефим Ревенок и магазин Гетто Спорт. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!